К сожалению, иногда право на жизнь приходится защищать с оружием в руках. А защищать детей, женщин, стариков – дело, как известно, благородное. И, видимо, у нашей страны просто не было выбора. За 8 лет 14 тысяч погибших, из них более тысячи детей, ушло от нас в Донбассе. Поэтому то, что сегодня наши ребята, в том числе и наши земляки, выполняют очень важную миссию на Украине, здесь в правильности решения нет никакого сомнения. Мы, уполномоченные по правам человека, сегодня сосредоточены на гуманитарных вопросах, связанных с той ситуацией, в которой сегодня находится и Россия, и Украина, и Алтайский край. Мы должны сегодня максимально помочь не только беженцам, которых Алтайский край готов принять. У нас подготовлено более 500 мест, а если и нужно, в наших санаториях и профилакториях, детских центрах будет открыто гораздо больше мест для принятия людей. Но и должны, конечно, помочь тем, кто выполняет свой воинский долг на территории Украины. Им нужно сегодня не только дополнительное питание или средства гигиены. Им, наверное, очень важно знать о том, что мы их не забыли. Им нужна наша моральная поддержка. Ну и, конечно, следует заботиться о тех семьях, кто сегодня потерял своих сыновей, отцов. Я думаю, мы все вместе должны для них сделать все, чтобы забыть они, конечно, об этом никогда не забудут. Но для того, чтобы их жизни ничего не угрожало, чтобы у них в жизни все сложилось так, как должно сложиться, думаю, это наш главный долг. Субтитры создавал DimaTorzok